С 2017 года все спортивные объекты, на которых проводятся официальные соревнования, должны быть внесены в Российский реестр Министерства спорта. Чтобы попасть в этот перечень, стадионы, бассейны и фоки обязаны получить сертификаты соответствия, требованиям безопасности и имеющимся федеральным стандартам. В Ивановской области статистика не самая лучшая. В Ивановской области из 47 объектов спорта, на которых проводятся официальные мероприятия, в настоящее время в реестр внесено 15. Документы на включение в реестр 21 объекта направлены в Министерство спорта. Необходимые документы по 11 объектам не направлены вовсе. Хотелось бы обратить внимание участников, что в этом году официальные спортивные мероприятия на объектах, не имеющих соответствующих документов, проводиться не будут. За то время, что прошло с итоговой коллегией Департамента молодежной политики и спорта, еще два объекта направили заявки о включении во Всероссийский реестр. Как пояснили нам в Департаменте, сложности возникают в основном у объектов, введенных в эксплуатацию еще в советские годы. О каких именно, не сообщили. Шуев в данном направлении ведет активную работу, Кинишма активно ведет данное управление работу. Скажем так, что все более-менее крупные муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы у них проводились мероприятия спортивные, официальные. И поэтому все документы в свое время стараются направить. С более отдаленными районами, где количество спортивных мероприятий официально гораздо меньше, ситуация обстоит посложнее. Но в любом случае, совместно с главами в настоящее время проводим работу, чтобы все объекты попали в реестр. Стадион «Текстильщик» одним из первых в нашей области получил сертификат соответствия. Такой документ руководство объекта оформило еще в 2011 году. И с тех пор проходит сертификацию раз в два года. Процедура получения документа следующая. Отправляется заявка в органы по сертификации. У нас это Российский футбольный союз. Оформляется договор. Оплативается определенная сумма. Но в нашем случае это порядка 100 тысяч рублей. Перечень документов необходимых отсылается в Москву. Назначается инспекция. Инспектор с Москвы приезжает сюда на стадион. Все осматривает, фотографирует, собирает информацию. Оформляется актом это все. И на основании этого акта, на основании этой информации, то есть собирается комиссия при Российском футбольном союзе. И принимается решение о выдаче сертификата или отказе выдачи. Или выдается сертификат замечания, который дается срок, определенный их исправить. Чтобы получить сертификат соответствия, нужно собрать около 20 документов. На это уходит полтора-два месяца. Потратиться придется не только на оформление самого сертификата, но и дополнительное обследование конструкции трибун, замеры освещенности поля. В случае со стадионом «Текстильщик» сумма достигает 160 тысяч рублей. Для объектов поменьше и цена вопроса ниже от 80 тысяч. С этого года департамент не будет согласовывать проведение официальных спортивных мероприятий на объектах, не внесенных в реестр. То есть, если все-таки принимается решение о проведении мероприятия на не сертификатном объекте, то надо сразу же сказать, что ответственность за него целиком и полностью ложится на организаторов, соревнования на собственников объекта. Ну и мы в проведении данного мероприятия никак не участвуем. То есть, по итогам проведения данных спортивных мероприятий, участникам не могут присваиваться спортивные разряды. Мероприятия официально мы не вносим в единый календарный план. Все спортивные объекты страны должны были получить сертификаты еще до конца 2016 года. За нарушение закона предусмотрены штрафы на физические лица от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 200 тысяч. Если возникнет несчастный случай, штраф удваивается. Но это сумма ничто по сравнению с ценой здоровья и жизни людей, которые могут пострадать.